Ну что ж, здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Wolfenstein The New Order, собственно, продолжаем проходить, остановились мы на том, что нас тут высадили, а тут, типа, дохренища фрицов и тому подобное, у меня из оружия только дробовик и пистолет с глушителем, что не очень-то, на самом деле, радует. Ммм, офицер довольно близко, то есть надо все это вырубить, и как-то вообще по стелсу, а, вот, кстати, я видел офицера, который идет, можно его прямо сейчас было снять с пистолета, на самом деле, ну а можно, типа, типа, стелс, оп, что это офицер? Нет, это какой-то новый, он беретик такой, офицер ходит туда-сюда, они смотрят друг за другом, и я, типа, должен как-то действовать, видите, в чем, чем плохо стелс? Я сижу и выверяю, как ходят противники, а если бы я действительно хотел, чтобы там все было по стелсу, я бы выверял, как ходят противники, и... Что еще я делал правильно, загружался каждый раз, когда меня валили, поскольку я не буду загружаться, я, типа, повыверяю, конечно, немножко, как ходят противники, прям по минимуму. Прям вот вообще крапулину попробуем по стелсу, но... Вот, чуточку буквально, чуточку. Блин, а он пошел не в ту сторону, в которую я хотел. Я думал, он слева ходит, он. Может, он еще сюда подойдет? Может, просто стрельнуть в него? Ну, и тогда его заметит офицер, поднимет тревогу, и тогда все это будет напрасно. Иди сюда. О, он идет сюда, смотрите-ка. Возможно, это была не такая уж хорошая идея, на самом деле. А что, собственно, именно с ножа? Почему бы мне вот так вот не сделать? В надежде, что офицер, опять-таки, этого не заметит, но он какой-то не особо внимательный, судя по всему. Ну, вот он остановился, такой офицер. Что такое? По какой причине... Простите, позвольте узнать, по какой причине я не попадал в него? О, дробовик. Какой-то мощный дробовик, на самом деле, в этой игре. Он прям... Прям даже не противно им пользоваться. Обычно я не особо люблю дробовики. В играх. Но тут он... Неплох. Неплох, надо сказать. Вот почему ты не умирал? Это, блин, тут на самом деле вот этот вот... Немножко такой небольшой бред, связанный с тем, что... Офицеры, похоже, даже живучие. Более живучие, чем простые солдаты. Но при этом, ну, очевидно, видно, что на них брони намного меньше одет. Или мне просто так кажется, чисто... Ну, вы поняли, чисто просто так кажется. Ну, плевал я, короче, на этот стелс. Капитан-лидер какой-то там что-то хочет делать. Давайте, мы нашли карту и нам... О, коридорчики. Коридорчики. Это я могу. Что, мне налево? Подводная лодка. Что-то мне это напоминает. Какой-нибудь крутист, может быть. Стрелять от бедра весело. Немножко неэффективно, но в целом весело. А что, давайте посмотрим вот эту вот штуку. К ней всякие модули прибавляются постоянно. Ну, противники, очевидно... Ох. Противникам, очевидно, эта хрень не очень нравится. Ну, тут просто зарядник стоит, так что особо жалеть смысла нет. Так, вот, пистолет у меня заряжен. Вот, на самом деле, что прикольно, тут это действительно огромное количество оружия. Ох. А еще что прикольно, это огромное количество несища. Смотрите просто. Ну, трупы, к сожалению, довольно быстро исчезают. Хотя вот этот вот, ну, так еще быстро исчезает. А, но, в целом... Кровь, кишки, мясо. То, что нужно, на самом деле. Для хорошего штана. Как я уже и говорил, собственно... Call of Duty, World at War и... Какой там еще. Не помню. Первый Black Ops, вроде бы. Мне тем и нравится, то, что ты там, когда стреляешь по врагу, ты реально ощущаешь, что ты стреляешь по гребаному врагу. То, что от него отлетают руки-ноги, это прям шикарная, на самом деле, составляющая. Но я полагаю, то, что вот в новом Call of Duty, который будет выпускать Треярд... Как он там? Advanced Warfare или типа того. Не помню. Так, по-моему, назывался Metal Honor. Последний. С вами говорит командир подлодки. У нас... А, я уже на подлодке. Я в... Ну, точно, да. Точно, точно. Я же на подлодке. Это же очевидно. Мне же надо было на подлодку. И вот я на подлодке. Ёптель-моптель. Не очень эффективно, надо признать. А дробовик тут на что? На шестерку? Хе. Надо признать, что вот это вот мой мув, этот был еще менее эффективен. И я такими темпами довольно быстро отъеду. 20 хп у меня всего. Это будет, наверное, первый раз в игре, когда я умру. Прям вот так. Прям вот так вот, в смысле, умру. Я, конечно, умирал раньше, там, падал с высоты и все такое. Но вот именно от врагов... Не припоминаю. Так что нужно, очевидно, действовать осторожно. Че-то он... По-моему, как-то телился немножко слишком... Слишком долго. Блин, ну... Че я могу сказать? Страшно. Страшно, когда так мало хп. Ну, опять же, офицеров нету, так что хер его знает. Какие здесь... С четырех выстрелов, значит, да? А этот вроде меньше, чем с четырех умер. О, аптечка. О, 100 хп. И это меня устраивает. Что за звук? Не знаю, но полагаю, что лучше не тратить понапрасну. Вообще все. Будем с автоматом продолжать ходить, собственно. С автоматом ходить я люблю. О, срань господню. Тут крайне неустойчивый персонаж держится на лестнице. То есть я привык, потому что если он залез, типа, на лестницу, то он уже все. Он на этой лестнице держится, пока я не нашму какую-нибудь кнопку опустить. А здесь просто морду вниз опускаешь или вбок куда-нибудь. И он сразу же с этой лестницы спускается. Что не очень продуктивно, конечно же. Так, ну я правильно понимаю, что мне в любом случае придется сюда идти. Он даже сам режим вот этот вот пиления выбрал. Не знаю, как он догадался. Твою мать. Аптеку пока брать не будем, типа. КП нету. Черт. Самое время для аптеки. Мне показалось, что он сказал граната. В натуре. Граната, смотрите. Действительно, граната. Ну, у них тут еще каски, типа, спадают, если... Если там в голову, типа, попасть. Вы все бесполезны, говорит им. Ага, непробиваемый. Я так полагаю, там уже капитан, то есть. А вот сейчас этот режим был вообще не кстати. А. Да господи, на какую кнопку дробовик? У них два? Да. Так, где это говно бронированное? Так, вот это меня устраивает, в принципе. Он один? Ага. Он не один. Там стреляет помаленьку. Я заряжу вот это говно. Там же отскоки идут от стен, так что можно, в принципе, даже так стрелять на этот, на верочку. Хм. Кажись, кончились фри... А, нет, он еще сидит. Сидел фриц, сидел, пока не лопнул. А как лопнул, больше не сидел. Дробовик, на самом деле, они здесь слишком далеко засунули на шестерку. Что за бред вообще? Дробовик, штука полезная. О, аптечка, аптечка, штука тоже полезная. Я не знаю, дальше пятерки идут, по-моему, дробовик вообще лучше не всувать. Тем более, в этой игре он сделан... Чувак, ну ты же сам в курсе, что они непробиваемые. Какого хрена ты творишь так? О, гранаты. Может, тут еще и аптеки какие-нибудь есть, или... Патроны на дробовик, неплохо. Вон, документики. Предъявите ваши секретные документы. Как мы видим, я всех перебил, поэтому тревога не особо помогает. О, бронька. Вот бронька помогает. О, еще аптека. О, еще аптека, но я ее брать сейчас не буду. Ну, по понятным причинам, собственно. Мало ли. Сейчас елда какая-нибудь на меня вылезет. А у меня аптеки нет. О, еще аптека. Короче, если сейчас будет заварушка, то надо наверх просто подниматься. Столько аптек. Мистер Капитан. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка это флаг корабля. Ставлю фиговину Клауса и попробую связаться с нашим. Хороший план, ставить фиговину Клауса. Ну, попробую связаться с нашим. Так. О, надо перерубить что-то, смотри. А вот и буи. Ну и название. Буи. 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 Ну, тут смотрите. Тут прям в этой комнате аптека. Это как бы намек на то, что... Намек на то, что эта аптека мне пригодится. Вы как считаете? Собственно, так же, как и патрончики. Ну, ладно. Буи. 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 Поднять буи. Задача выполнена. Вставить штуку Клауса. Задача выполнена. И что, теперь они смогут целой подводной лодкой управлять со расстояния? А дейфить мне придется? Кот в мешке. Не видел никакого кота. Мешок в реке. А, в смысле, он кот в мешке. Мешок в реке. Держи канал. Мы близко. Идем на твой сигнал. А, они на вертолетиках. Ты в курсе, что ты угнал, капитан Бласковец? Это же молот Евы. Флагман нацистского подводного флота. У них на борту ядерная пушка. Поправка. У нас на борту ядерная пушка. Ну, ядерным оружием бить нехорошо. Там мирные люди погибают. Типа все дела. А капитан этой роскошной лодки был крабрый малый. Это уж точно. Ключи шифрования от ядерной пушки в могилу... Че-то там. Короче... Да пошли вы, сами читайте это все. Значит, надо достать ключи? Нигде на планете Земля нет ядерных ключей шифрования. Они хранятся на лунной станции. Капитаны подлода куча... Ты их наизусть. Лунная станция очень хорошо охраняется. Там нацисты проводят все секретные исследования. К чему ты клонишь? Кэролайн и Санни работают над планом в штабе. Барух Ашем. Мы здесь. Не знаю, что такое Барух Ашем. Единственное, что я хочу сказать... Мы полетим на луну? Я знаю песенку Кукарику Петушок. Вдруг она откроет? О, мое. Посмотрите на... Я бы хотел сказать красотищу, но что-то графика вот в этом месте конкретно вообще не впечатляет. Типа забавно. Сет Рот и Фюргес Рид. Так, ну ладно, пропустите, пропустите ветерана. О, кнопка, чур, я жму. Как вы любите говорить, поехали. Поехали, говорит Гагарин, а не американцы. Так что пошли. Многие из нас хотели уравновесить силы в этой войне. Но все случалось очень быстро. Одни погибли, другие были изгнаны. А что ты такой медленный? Я побыстрее. Мы начали передавать знания правительствам, которые оказывали сопротивление. Но какое-то время у нас появилась надежда. А потом нацисты сбросили атомные бомбы. Да, надежды больше не было. Я помню, когда члены ДАТ и ХУД что-то там делали, жизнь била ключом, и все каналы природы были тогда открыты. Но теперь... Возможно, после нас сюда уже никто не придет. О, мы на месте. Блин, а я... А я не на месте. Что у нас тут? Осторожно. Тра-ля-ля. Буби, Майн Сэнс. Заходи уже. А там... Там можно было пройти. Осторожно. Осторожно. Но, короче... Так мы попадем в главный зал. Ага. Давайте сходим вот сюда. Следующий ты, Бласковец. Я прикрою с тыла. Окей. Окей, братан. То есть... Почему бы и нет пойти в одиночку на смертельно опасную миссию? Что может пойти не так? Ммм... Ммм... Я тут был. В этой пещере столько всего интересного. Щевелись, Биджей. Мороз такой, что иней на яйцах. Полезай туда и жми кнопку. В смысле, иней на яйцах? Как иней может быть в таких условиях? Тут же жидкости столько. Мы ж под водой. Иней не бывает под водой. У тебя что-то не так с образованием, дружок. Иди-ка обратно в седьмой класс. Хоть в водичке кончилась. Ну все, я чувствую тебя из себя, Тереларой Крох. Очень хорошее место. Могущественное магнитное исследование. Ну, это пещера Бэтмена, я понял. Или Супермена. Странно. Я почти уверен был, что тут можно пропрыгать как-нибудь. О, броник. Это броник? А, это костюм. Надо активировать магнитное поле, чтобы открыть вход. Эта машина управляет электромагнитным полем. Но нету... Этого, да? Питания. Или нет? Или все сейчас пойдет гладко? Неужели мне не придется искать собаку какую-нибудь, чтобы... Чур, я первый, чур, я первый, чур, да я первый. Жму на кнопки, жму на кнопки. Где кнопки, 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 кнопки. Кнопок нет. Зачем я сюда бежал? Бласковец, покажи мне свой лазер. Эм... Ну... О, окей, расстегиваю ширинку. А, в смысле, вот эту штуку? Это что делать? А, просто базарить с тобой? Эт, призма, да, ты худ. Она настроит лазерную луч на нужную чистоту. Сможешь заряжать магнитные катушки. Видишь их? Наверху. И чё? Починю эту... Штуку. Куда мы попали вообще, блин? Это древнее место. Одно из многих. Да, ты худ. Строили подобное, когда человечеству еще не был известен компас. Если ваши цели ясны, если у вас есть союзники... Всё возможно, ты понимаешь? Ха, когда же человек компас открыл? Веки, наверное, в тринадцатом где-нибудь. Даже раньше, наверное. То есть вот эта вот херня, которая заряжается с помощью грёбаной импульсной пушки, строилась 300 тысяч миллионов лет назад. Ну, лет 700 назад, допустим. А, вот оно как работает. Так, окей. Чёрт. Чёрт. Они... Да что ты, я... Я... А, можно было и не открывать это говно. Блин, я застреваю тут. Стой. Прыжки, серьёзно. Прыжки. А, это лестница. Ну, ё-моё. Это... Это всего лишь лестница? А я-то думал, надо как-то хитро пропрыгать. Или типа того. А это просто была лестница. Ну, окей. Ой, ещё ты меня клеткой закрыла. Мне нет... А, нет, всё, это перила. Чтоб я не навернулся вниз так вот так вот. Еху! Надо же, работает, смотрите-ка. Ой. Ну, или нет. Могли бы перила и получше сделать. Так, ну, ещё... Ещё раз могу нажать на кнопочку. А теперь поднимаемся. Я типа вас ждал, да? Доктор Хаус и доктор... Игзенхауэр. Ёб твою мать! А вы не пересрались, я смотрю, да? Типа смелые до хрена? Думаете, что вы смелее, чем я? Надо открыть. Открывайся. А, он рассказал стишок, и она открыла всё. О! Моё. О! Ещё чё-то моё. О, ещё моё. Ой, это не то. Я чё-то потрогал. Не знаю, чё я потрогал. Я тут вообще золото нацистов бегать собираю. Просто помните... Если что, проглядётесь, учтите, вы на священной земле. А, то есть теперь ты ещё и веришь в священную землю, да? Короче, мне надо починить эту штуку. Для этого нужна вот эта штука, вот эта штука, вот эта штука, вот эта штука и вот эта штука. Окей. А, я одну такую штуку уже потрогал. Это вот эта вот как раз-таки двойная штука, которая нужна, да? Или чё вообще? Тут она как-то по порядке. Ну, давай по порядку. Ты. Ники. Я не понял. Ну, ладно, допустим, вот эта вот сначала. Ага. Сначала эта штука. Ну, потом, допустим... Вот... Кругляш, кругляш. Хочу кругляш. Вы там читайте, пока субтитрики всякие. Кругляш, кругляш, потом... Патрон для дробовика. Патрон для дробовика, патрон для дробовика. Где патрон для дробовика? Это не ты. Ты патрон для дробовика? Судя по всему, да. Так, хорошо, теперь вот эту штучку. И... Да, угадал. И последнее, это как раз-таки двойной... Полупроводник. Будем считать, что... Это он. Ну, конечно, такие загадки, типа, делают загадки ради загадок. Без абсолютно бессмысленные. Без какой-то там доли... О, как-то я не заметил эту штучку. Лазер-крафтер реактор. А, теперь он наполняется все время. То есть заряжать не обязательно. Со временем сам заряжается. Окей. Реактор. Ну что ж, вставим. Я вставляю. Привет, что у нас? У нас есть данные по ядер... Короче, для ядерной пушки. Отозвали с Африканского фронта. На борту главный ученый. С программы Черепа по созданию суперсолдат. Сегодня он отправится на лунную станцию, где запланирован запуск новых суперсолдат. Мы перехватили войсковый состав, найдем ученого, украдем его документы и Бласковец займет его место на лунном шаттле. Я полечу на луну. На лунной станции ты найдешь ядерные ключи шифрования и вернешься на землю. А как именно мы перехватим скоростной войсковой состав? Оставим на Гибралтарском проливе. Да, ну как? Сет есть мысль, и используем это. Огромный шарик кубика, рубика, не знаю. Шпиндель вращения. Брось его перед поездом, он что угодно остановит. Отлично, пора за дело. О, Айзек Кларк. Привет тебе, я это сделаю. Лучше отдай Каролайн. Так мне дали этот костюм или нет? Да, ну будем считать, что карта мне пригодится. Будем считать, что пулемет мне тоже пригодится. Пока я не могу за него сесть. Хм. Заряжай и сбрасывай. Окей. Нет, все-таки он мне не отдал костюм. Поезд уже здесь. Это еще что за хреновина. Как всегда, мост, блин. Это не Лос-Анджелес, конечно, но мост всегда надо сломать. И хоть раз такое видел. Правда видел, Би-Джей? Хрена себе, что же я сделал? Ну не знаю, капитан. Обычное дело. Хаос и разрешение с тобой всегда так. Такое уж ты есть. Состав остановлен. Сейчас высажу этого чокнутого. Или все-таки мне дали этот костюм? Потому что у него его тоже нет. Эй, Бласко, видишь, он тут вагон с шестеренкой? Висит на обрыве, как сопля. На борту написано Лондон. Оба яйца готов поставить, черепушкин ученый там. Я тебя высажу. Ну, короче, двигайся к вагону. Ну чё ж? Чё я могу? Серьезно, прыгать туда? Бля, как-то не очень ты. А поближе, слабо? Не, ну а чё? Ну, со мной, джэш, чё, чё я вообще? Это он, а не я. Они же придумали такое дерьмо, что я должен прыгнуть в какую-то жопу мира. Писит на обрыве, как сопля. Там кто-то есть еще. Э, упал. Я тебя высажу в ближайшем безопасной... Ну, да, безопасной, дохрена безопасной. Как ты меня высадишь-то? Прыгай давай. Ну, в тот раз что-то у меня не вышло прыгнуть. Твою мать. В тот раз я поздно нажал пробел. Расстреляющий принц... Ну, короче, вы поняли. Всех надо по пути пиу-пиу сделать. Ну, я и сделаю чё, а не Олива. Ученый должен быть весь в белом. Итак, бласковец. Найди нациста в белой форме и выкради его документы. А чё патронов-то так мало дали? Грёбаное сопротивление. Неужели вы такие... Бомжи ленивые, то что патронов мне не могли дать побольше. Я так полагаю, даже ножичек отобрали у меня. Ну, ладно, у меня хотя бы эта хрень теперь есть. Итак, значит, что мы делаем? Мы заканчиваем видео. Ну, то есть я заканчиваю, а вы смириться должны с этим. Так что, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите, какие прикольные горы. С вами был Сет, до свидания.